Хлопушка дата месяц 3 день 25 год 1997 интервьюируемый Раиса Файн фамилия Файман интервьюирующий Татьяна Долина. Город Винница. Страна Украина. Язык русский. Меня зовут Татьяна Долина. Сегодня 25 марта 1997 года. Я провожу интервью с Файман Раисой Шлемовной в городе Винница на Украине. Назовите, пожалуйста, полностью своё имя, отчество и фамилию. Раиса Шлемовна Файман. Девичья Файн. Скажите, пожалуйста, по буквам своё имя, отчество и фамилию. Раиса. По буквам. Р-А-И-С-А. Файн. Ф-А-И-Н. В каком году вы родились? В 1937 году. 22 сентября. Сколько вам сейчас лет? Календарных 60. Раиса Шлемовна, назовите, пожалуйста, место своего рождения. Я родилась в бывшем районе. Теперь это посёлок городского типа. Братслов. Немировский район. Винницкой области. На Украине. Назовите, пожалуйста, по буквам место своего рождения. Б-Р-А-Ц-Л-А-В. Немировский район. Винницкой области. По буквам, пожалуйста. Немировский. Значит, Н-Е-М-И-Р-С-К-И-И. Ра-Р-А-И-О-Н. Раиса Шлемовна, давайте вспомним о семье, в которой вы родились. Вспомним ваших родителей. Расскажите о них, пожалуйста. Я родилась в семье, я родилась в семье рабочего, в 1937 году, как я уже говорила. И мать была домохозяйка, потому что было трое детей до войны ещё. Она не имела возможности работать. А отец работал в артиле партнер. Кроме меня ещё была сестра, 1934 года рождения. И брат, 1931 года рождения. Когда началась война... Раиса Шлемовна, извините, пожалуйста, назовите, пожалуйста, как звали маму, папу? Маму звали Бронислава Лазаревна Перепелицкая, по девичьей фамилии. А отца Фаин Шлема Ефимович. Расскажите, пожалуйста, о своих дедушке и бабушке со стороны отца. Как их звали? Моего дедушку со стороны отца звали Фаин Хаим. Имя Хаим, фамилия Фаин. Он, значит, тоже работал партнер. У них была очень большая семья, 7 человек. Отец был по счёту второй. Кроме него ещё было 3 сестры и 2 брата. Когда в 1919 году была гражданская война на Украине, и в частности в местечке Браслове господствовала банда Ляхович, убили дедушку. Отец заменил в семье деда. Он стал работать и воспитывать всю остальную семью. Бабушка, конечно, не работала тогда, по тем временам, где она могла работать. Она была хозяйкой в доме. Раиса Шлемина, скажите, пожалуйста, что вам известно о дедушке, о его смерти? Как это всё произошло? Мне известно со слов моих родителей, в частности, со слов моего отца, что дедушку зверски убил бандит Ляхович, его банда. Убили зверски, по кускам четвертовали. И также тогда убивали многих, многих евреев. Было так, погромы в 1919 году. Его, когда убили, семья осталась без хозяина. Не было кому зарабатывать. И вот мой отец, в местечке не было заказчиков, он тоже был портной. Ездил по селам Братславского района, тогда был район. И таким образом зарабатывал деньги. Шил частным образом в домах крестьян. Потом он женился в 1929 году, потому что у него не было времени жениться. Он раньше выдал замуж своих сестёр, женил своего брата Давида, а потом сам женился уже, будучи 30-летним парнем, 29-летним. Вернее, вот так. Что вам известно ещё у бабушки, у матери-отца? У матери-отца мне известно. Потому что она очень рано её выдали замуж, потому что она тоже с рабочей семьи. Её фамилия девичья была Мейклер. Она тоже с простой рабочей семьи, очень бедность была. И поэтому родители ей рано вышли замуж, выдали рано замуж. У неё было, как я уже говорила раньше, семеро детей. Ну, она занималась домашним хозяйством, воспитывала детей. А когда началась война, так она уже выстрадала от голода, от холода, от шеи, от болезней. И она умерла в концлагере в первые годы войны. Раиса Шлемна, а сколько лет ей было, когда она замуж? Ей было всего 60 лет. Когда замуж выходила? 14 лет было бабушке, когда она выходила замуж. А её мужу в тот момент? А её мужу было 20 лет. Дедушке Хайма было лет 20. Что вам известно об их детях, о судьбе их детей, ваших тёти, дядей? Значит, брат, младший брат отца, его звали Рахмил, фамилия Файн, конечно, так как и отца. Он был в концлагере во время войны, ещё до войны, можно рассказать, то, что я знаю. До войны, он в 1939 году, когда была война в Испании, его взяли на войну, так как он был молодой человек. Вот. И его ранили. И долго бабушка его искала по всем инстанциям Бевшего Союза тогда уже. И не могла найти. А он лежал в Москве, в психиатрической больнице, потому что его ранили в голову. Он ум, разум не потерял, но долго его там лечили. Было ранение в голову. И как на несчастье, как раз накануне войны он должен был вернуться в Братславу. Это была большая радость для бабушки, потому что дедушка же ведь не было, его же убили, как я уже говорила, в 1919 году. Но бабушка и все родственники радовались. И тут началась война. И его забирают вместе со всеми евреями Братслава в концлагерь. В концлагере он пробил три года, так как и все. И после концлагеря его вместе с моим отцом забрали на войну еще. Воевать за родину. И там он погибает. Назовите, пожалуйста, концлагерь, в котором он был. Он был так, как и я, и все мои родственники в концлагере село Печора. Село Печора-Шпиковское район, которое назвали Мертвая петля. Раиса Шлемовна, что еще известно о родственниках, о братьях, сестрах отца вашего? Отца. Еще один брат был Давид. Так он тоже до войны женился. Создал хорошую семью. У него была очень хорошая, симпатичная жена Дора ее звали. Две дочери. Но во время войны его с первых дней забрали на войну. Но ему, он был счастливчиком, он вернулся с войны живым и здоровым. И продолжал работать, на разных должностях был. И жил, ему судьба подарила долгие годы, жил до 80 лет. А что с Дорой произошло? А Дора умерла в Гомеле, в Беларуси, в возрасте 63 лет. Была очень его верной, хорошей супругой, симпатичной. Это жена, значит, тетя моя, считай. Что еще известно о родственниках? Ну, еще мне что известно. Значит, у папы было 4 сестры. Две сестры остались в живых после концлагеря. Нехома и Этя. А младшие сестры Чарна и Инда умерли в концлагере. От голода, от холода, от мучений. Они находились в том же концлагере? Они находились вместе со мной в концлагере. Раиса Шлюмна, расскажите, пожалуйста, теперь о маминых родственниках, о ее родителях. О маме, значит, тоже ее отец, то есть мой дедушка Перепелицкий Лазар, тоже погиб в 19-м году, когда была гражданская война. И тоже эта же банда Ляховича убила. Он где-то был в отъезде в Братславе, как раз когда банды не было. И как к несчастью он вернулся в село Марксово, где он жил, как раз когда пришла эта банда. И его тут же убивают. Требовали золота. Он, как известно, был бедняк, не имел. Они не поверили. И тоже его четвертовали, так же, как и моего дедушку со стороны отца. А чем он занимался? Он занимался, ну, такой мелкой торговлей. Вот в Братславе был городок, считался. Так он там получал у крупных коммерсантов, или как выразится, товар. Там такой мелкий товар, спички, ныло, соль, керосин. И все нес на своих плечах. Три километра от Братслава, село Марксово. И там продавал в своей же хате. Комнатку одну выделил маленькую. Приходили селяны. Он давал долг всем. Они жили очень бедно. Золота никакого у них никогда не было. Кроме у них была хата такая, крестьянская, огород. Корова была. Больше ничего. И это домик еще сохранился, где жила моя бабушка. Где он находится? В селе Марксово. Три километра от Братслава. Это Немеровский район Винской области. Возле молочного завода. Там все годы завод молочный. Где молоко вырабатывали. Сметану, молоко, молочные продукты. Раиса Шлемна, а бабушке что вы можете рассказать? Что я могу рассказать о моей бабушке? Я так ее помню не очень хорошо. Ну как в тумане. Ну что началась война, мне было 4 года. Но я так немножко помню. Но потом уже, чуть-чуть попозже, она не умерла сразу. Так я знаю о том, что она была очень хорошей хозяйкой. Очень хорошего работяга. Она даже не болела. Рассказывала моя мать, что она вот до войны даже ничем не болела. Она трудилась на огородах всегда. Занималась сельским хозяйством. Ну вот, когда началась Великая Отечественная война, и нашлись в этом селе полицаи, нехорошие люди. Сказали, вот это жидовка. Ее звали Мирл. И гнали ее 3 километра, пожилую женщину, с села Марксово до Братслава в тюрьму. И всю дорогу ее били. Потом ее кинули в камеру и тоже требовали у нее золота. А известно, золота у нее никогда не было, потому что она занималась... Она была сельской женщиной. Хоть и по национальности еврейка, но эта еврейская семья была, жила в селе. Вот. Сама народом была с Тимановки, моя бабушка. А что это такое? Село Тимановка, это Тручинский район, где когда-то останавливалось это известное село тем, что Суворов там было, в этом селе. И там теперь музей Суворова. Это родина моей бабушки. А родина дедушки моя село Перепеличи, Немировское районо Винницкой области. И так, видать, эта фамилия пошла от этого села, потому что дедушкина фамилия была Перепеличьей. А село Перепеличье, видать, фамилия пошла так. Раиса Шлемовна, расскажите о детях дедушки и бабушки, кроме мамы. Бабушкина фамилия, что хочу сказать, была Винницкая. Чем мне очень нравится это село. Эта фамилия походит от города Винницы. Винницкая была фамилия. А еще дети. Кроме мамы, значит, была сестра, которая до сих пор жива. Ну, правда, долго нету писем, но она жила до прошлого года, она была живая. Сестра чья? Сестра моей матери. Ей, как говорится, Бог дал годы. Тоже была в концлагере, но стала живая. Но там она потеряла двое детей от первого брака. И мужа кинули в Аполлонку ее, первого мужа. Что такое Аполлонка? Аполлонка – это в Бугу, в нашем Южном Бугу, вырубили прорубь, и туда его бросили живым. Таким образом он погиб. Это в каком году произошло? Это было в 1942 году. А он прятался в село Слобода, возле Братслова есть село Слобода, в двух километрах от Братслова. И там, так называются, староверы русские. Он все время прятался там у них. И они делали подсолнечное масло, дорабатывали, олия по-украински. И кто-то из них нашелся плохой человек и продал его немцам. И таким образом его убили. Такой смертью. Живым кинули в реку. Это за тетю мою. А еще у мамы было два брата. Так они, когда до войны, мой дядя, перепелицкий Йойна, ну, это имя еврейское, его звали русский Вселеонид, так он еще до войны отсидел в тюрьме три года на уссурийской дороге, как-то на железнодорожной уссурийской дороге. За что ему приписали, что в 30-м году, когда была коллективизация, что он прятал пшеницу. А он фактически не прятал, на него наговорили. Ну, и он отсидел. Потом бабушка хотела его как-то помочь ему, чтобы оттуда он вернулся скорее, он сильно там мучился. Голодал, холод, пши там были, ужас. Он чуть не умер. Так бабушка поехала в Карков. А Карков была столица Украины. И там был тогда председатель, как это тогда должность, Петровский тогда работал. В каком году это было, извините? Это было, я сейчас скажу, это было в 1935-м или 1934-м году. Вот точно не знаю, но... И Петровский разрешил ему вернуться домой. Таким образом бабушка ему помогла. Он вернулся домой. И в 1936-м году он женился. А он уже 34 года ему было. Женился на Юфе Фанине Наумовной, которая, Бог ей послал долгие годы, жила до 1984-го года. И она работала учительницей зоологии в украинской школе и в еврейской школе. Преподавала вот детям Идыш. Брит, Идыш. Она была очень образованным человеком. И сын его живой. Живет в Житомире. Это мой двоюродный брат. А другой брат... Как его зовут? Двоюродного брата, сына моего дяди Наума. У него есть своя семья, жена, дети. Фамилия как его? Перепелицкий. Перепелицкий Наум Леонидовичем пишется. Раиса Шлемна, а что еще о родственниках со стороны матери известно? Со стороны матери еще был брат Перепелицкий Мотл. Его звали по-русски Миша. Он до войны работал в Ленинграде грушчиком в порту. В Ленинградском порту, на Неве. И он был очень сильный человек, такой спортивного телосложения. Вообще братья у мамы были высокие, красивые. И там у него была жена по имени Ида. Но мы о ней мало знаем. Она после войны отстала жить. Она попала в блокаду Ленинграда, не успела эвакуироваться. А он погиб под Ленинградом в первые дни войны, мой дядя Мотл. Ну Мотл по-еврейски, а Миша по-русски, его все звали в Ленинграде. Ну и еще у мамы был один брат. Так он в 14-м году еще уехал со своим дядей в Америку. Его звали Веллу по-еврейски, Володя. А там его звали Вальдемар. Вот и он там имел жену, детей. Но нам ничего не известно. Нам известно, что он в 39-м году там умер от туберкулеза. Он имел свою табачную фабрику в Америке. А за детей нам не известно. Знаем, что был сын и дочь, но или они живы, или нет, не знаем. Их имен вы тоже не знаете? Знаем. Девочку звали Дора. Ей, наверное, если она жива, где-то лет 63-64. А мальчика звали Лазар в честь дедушки. Или они теперь живы, нам не известно. Потому что мы искали их, как-то через Красный Крест ответили, что нет. Их не известно. Ну и еще у мамы было, я сказала уже. За братья и за сестру. Я за всех родственников сказала. Раиса Шлемовна, давайте вспомним семью вашу и вспомним традиции еврейские. Как они соблюдались в той семье, где вы родились? В той семье, где я родилась, у нас была очень большая бедность после войны. Потому что мои родители не способны были, как другие, как-то заниматься, как тогда было модно выражаться, спекуляции и там прочее. Мой папа работал, честным трудом зарабатывал шитьем на жизнь. А мать занималась тоже сельским хозяйством, огороды держала, вот так и папе помогала шить. А нас было трое детей. После освобождения Винской области мама родила брата нам, 44-го года рождения, Эмиля. Назвала Эмилем в честь бабушки. И мы все учились, кончали все по 10 классов, техникумы все. И папа нам сказал, если вы хотите иметь величество образования, учитесь сами. Я не могу, я не в состоянии. Жили мы скромно, даже более чем скромно. Но когда наступали праздники еврейские, религиозные, папа был, можно сказать так, религиозный человек. Он придерживался, если была Пасха еврейская, он хлеба не ел. И все соблюдал все 8 дней, все блюда с мацы. Мама так же сама. Папа умел читать и писать, и знал Тору, ходил в синагогу. Все знал, все-все такие обычаи и нравы еврейского народа, культуры. Все знал. И он был как бы человек с народа. Как бы он сошел со страницей на землю. На каждый случай жизни у него была поговорка. Например, если было трудно, то он мог сказать по-еврейски. Кейнер вейстнет, веймендер шифт вейшт. Это в переводе на русский язык значит, никто не знает, кого ботинок жмет. И на каждый случай жизни он знал пословицу. Он знал поговорку. Может быть, вы еще что-то вспомните из его поговорок? Из его поговорок я очень много знаю. Он говорил... А я в процессе разговора еще вспомню. Теперь как раз не могу вспомнить. Но он знал массу, массу пословиц и поговорок. И разных такие, как сказать, отрывки он рассказывал из своей жизни. Всякие эпизоды. Где до войны, после войны. Он любил очень красиво рассказывать. Он мог сказать, когда он убегал во время войны от немцев, его все время немцы брали на работу. Будто бы на работу. Он пять раз убегал. Со своим братом Рахмилом вместе. И он спасал его таким образом. Потому что Рахмил был молодой, и он был неопытный. Его бы давно убили. Так, когда он рассказывал это, он говорил, что мы вышли с сарая, где немцы их держали, сежирит автук. А это выражение такое литературное, еврейское идиш. Жирит, это значит, светает только. Только-только приходит рассвет на русский язык. Вот у него было много таких выражений, которые мне как-то запали в душу. Мне очень нравилось. И он после войны любил всегда петь такие песни военных лет. Но он слова не знал, а Матья так мог сказать, два-три слова, а потом просил меня петь. И я маленькой девочкой могла ему петь. Он сидел за машиной и шил, и говорит, пой, на зеленом ковре мы сидели, целовала Наташа меня, знала я тогда уже эту песню. Это было где-то в 49-м году. А вы могли что-нибудь спеть? На русском языке или на еврейском? На еврейском и на русском. И я могу, конечно, спеть ту песню, которую папа любил, «Темная ночь» любил, это военный хлеб, потому что он был солдатом. «Темная ночь», «Темная ночь», «Только пули свистят по степи», «Только ветер шумит в проводах». «Ты, родная, не слышишь, как я хочу вину в своих глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас». «Ла-ла-ла-ла-ла-ла» и так далее. На еврейском? На еврейском папа очень любил песню «Застольную». Я спою несколько слов, то, что я помню со слова «Ца». «Ла-ла-ла-ла-ла» и так далее. «Ла-ла-ла-ла» и так далее. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» Раиса Шлюмна, что-нибудь... Перевести, о чём я пела? Не обязательно. Скажите, пожалуйста, что вы помните, что вы знаете о судьбе отца? Что было в годы 37-38? Может быть, вам что-то известно об этом? О судьбе отца моего. Что я помню? Он работал в артелях. К нему, значит, он в молодости, когда ему было 25-26 лет, был молодым парнем. И у него было много друзей. Конечно, таких же, как и он, портные. И они собрались вместе и боролись за то, чтобы создать еврейское государство. Они хотели, эти ребята, поехать в Иерусалим, в Иерушалай, как говорили тогда. И создать еврейское государство, чтобы была еврейская культура, еврейские песни, еврейские поэты и прозаики. И всё, чтобы люди, подрастающие поколения, не забывали всё, чтобы знали, что они выходцы с еврейского народа. Потому что в 37-м и в дальнейшие годы это всё же было русофицировано. Все евреи, как их называете, по нынешний день, русскоязычные. Ну, а за это тогда власти вызывали его. Его не питали, его, конечно, отпустили. Но так его мучили, так часто вызывали. И он боялся за свою жену, то есть за мою маму, за детей. Что он вынужден был одно время сказать уже, что это ошибки молодости. Потому что просто невыносимо было. Всё время его вызывали. Кто вызывал? Ну, вызывали из органов. Он так рассказывал. НКВД? Это органы НКВД. Ну, я была маленькая, я же не знаю, так он рассказывал. Ему пришлось сидеть в тюрьме? Ему приходилось, да, когда за это, но его выпустили. А потом мой дядя, который жил в Америке, передавал как-то доллары до войны маме. Так это сильно нельзя было. Теперь же это свободно, если человек может помочь, почему бы нет. А тогда это считалось сильно каким-то... нельзя было. И за это мама как раз родила сестру в 1933 году, она фактически 1933 года. И она с груди текло молоко, а её тащили в НКВД, допрашивали, где взяли доллары. И она должна была отказываться и мучиться, и плакать. И её в тюрьму не взяли, а папу держали несколько дней. И он видел, как других питали. Там сидел один человек, их называли староверы, кацапы, как на Украине. Так его так питали, за бороду тянули волосы, вот таким образом питку стали делать. Или пальцы между дверью закрывали пальцы и так питали. Меняем кассет. Кассета номер 2. Интервью с Раисой Файман в городе Виннице на Украине 25 марта 1997 года. Раиса Шлюмна, мы продолжаем нашу с вами беседу. И мы остановились на том месте, когда маму за папу вызывали в НКВД. Продолжайте, пожалуйста, этот рассказ. Ну, я, как уже говорила, что папа вынужден был сказать, что это была ошибка его молодости. И его больше не трогали, как говорится. Ну, потом, спустя много-много лет, уже после войны, когда он уже был пожилым человеком, его однажды снова вызвали по этому поводу. И долго какой-то представитель с области приехал в Братславе и тоже его одобритывал, держал, наверное, часа 2-3. В каком году это было? Это где-то было примерно в 62-м году или в 61-м, я точно не помню, но он пришел такой возбужденный и рассказывал, что его спрашивали, почему вы хотели уехать в Израиль, что вам не нравится советская власть, и вы же выходите с рабочих. А он говорит, мне не потому что не нравится, я не какой-то враг народа или что, просто я хотел сохранить традиции своего народа. Мне не нравится и русский, и украинский язык, но еврейский, чтобы не был забыт, чтобы нравы, традиции, язык, быт, даже блюда, даже школы какие-то, хотя бы начальные, средние, чтобы были организованы. И вместе с тем, чтобы еврейский народ имел свое государство, так и все народы мира, больше ничего. Ну и вот тогда, конечно, уже он отпустил этот человек, и он хотел, чтобы он был стукачом, чтобы он кого-то там... Но папа никого не предал, никому ничего не назвал. Он сказал, я не знаю, те люди, которые были со мной, погибли во время войны, и все. Кто такой стукач, Раиса Шлемовна? Стукач, это человек, который доносит властям на другого человека, что он что-то против власти имел. Так, ну это в народе, такое народное слово. Ну так. Раиса Шлемовна, что вы помните о своей квартире, о своем доме, где вы жили? Вспомните адрес, пожалуйста. Я помню, до войны, значит, мы жили, называлась улица Базарная. Она и после войны так называлась, улица Базарная, и даже номер был 27, уже нашего нового домика, который мы потом как-то приобрели после войны. Папа работал в артеле, дома не пускали зарабатывать на жизнь, как говорится. А я маленькой девочкой, сестричкой своей шили, бегали к нему в артель, подбирали тряпочки, игрались, шили, папа нам шил куколки с этих тряпочек. И так мы проводили свое детство, пока не началась война. Сколько вам лет было? Мне было 4 года, когда началась война, а сестричке было 8, 9 год. Она уже закончила первый класс перед самой войной. А братику было 10 лет, брату Изи. Фамилия была же вот так же, как и наша, Фаин. И он погиб в концлагере от болезней, от холода, от голода, от вшей. Что я еще помню? Помню, что мать говорила, что этот дом подарил ее дядя Перепелицкий. Кирпичный был дом, большой, но холодный. И когда началась война, мама думала, что она скоро вернется. Так она все ложки и вилки у нее были серебряные, которые она хранила со дня свадьбы своей. А вышла замужем она где-то в 29 году. Так она бросила все в бочку с водой. Она думала, что она скоро вернется и заберет их. А мой братик, вот помню, он всегда вспоминал, даже это в концлагере, мама всегда это вспоминала. Он до войны кончил три класса на похвальную грамоту. А тогда на похвальную грамоту был портрет Ленина и Сталина. Так он говорил, эту школу он кончал, три класса украинской школы. Так он говорил, треба захватывать, а то придут немцы, то именно убьют за Ленина, за Сталина. И он выкопал еще возле дома ямку и закопал эти три похвальные грамоты. И помню даже учительницу, которая его учила, она после войны тоже работала. Анна Аразовна Кишек, фамилия была учительницы, моей сестры, потом сестра училась, и моего братика, который умер в концлаге. А в какой школе они учились? Они учились в Братславской школе номер один, украинская школа, Братславская школа номер один. – Раиса Шлюмна, в то время, какое вы помните, были еврейские школы в вашем городе? – Да, в Братславе была еврейская школа, и я, как уже говорила, что там работала жена моего дяди, Юфа Фаня Наумовна. По-еврейски Фейга ее звали, Наумовна или Фаня Наумовна, это не важно, конечно. Она преподавала зоологию, ботанику в украинской школе и вела классы на идаш. До первой, второй, третьей, четвертой класса была еврейская школа. – Раиса Шлюмна, а что вам известно о вашем городе, где вы жили? Расскажите о нем, пожалуйста, что вы помните? – Население какое-то было? – Братслав, это считался очень красивый зеленый городок Винницкой области. Говорили все украинцы, что это еврейское местечко. Там было процентов 80 евреев, особенно в центре городка, а на околицах уже жили украинцы, а в центре везде жили евреи. Евреи занимались ремеслом. В основном ремесленники были портные, все портные, часовые мастера, шапочники были евреями, все зубные врачи, фельдшера были евреи. Но мама всегда вспоминала, что был врач Ефименко, он был украинец, но он очень хорошо относился к евреям и дружил с ними, и все. Но во время войны его убили за дружбу с евреями. Что я еще помню, что в Братславе было очень много портных, и папа дружил со всеми. У него, например, был друг, с которым с детства они все вместе, и каждый имел прозвище. Вот был Лейбонопольский, его звали Ройтер, между временем, это Рыжий в переводе на русский. Там Данил был Краснопольский, его звали Пышер. В смысле, что он любил плакаться, всегда, что он бедный, что всегда он любил плакаться. Там и так был Шулька Фридман, Рыбой он был сам, так его звали по-еврейски Робер, в переводе на русский Рыбой. Ну вот такие были, ну а папу моего как-то никак не звали. Он был очень хороший оратор, очень красноречив, умел говорить красиво наидыш, потому что он читал и знал, кончал хедер в свое время, в детстве. Вот, и пел много песен, знал, много пословиц, как я уже вспоминала, знал. В общем, был этот человек с народа. А шил он в основном сельским людям. Люди такие более богатые шили у других почему-то. Он очень, когда шел дома, за работу брал очень чисто символические цены. Вот так. Все сельские из этого села, откуда моя мама родом, приходили к нам и не шить, а просто так, посидеть, поговорить, вспомнить войну, вспомнить молодые годы, дружили с отцом, с мамой. Когда моя мама умирала в 1972 году, она лежала в гробу, и украинские женщины, женщины с ее села Марксова приходили, и все целовали ее по русскому обычаю, по украинскому обычаю, вернее, по христианскому обычаю. Целовали ее и крестились. Говорили, что она и мертвая, красивая. Моя мама говорила, папа, что была сильно красивой, просто красавицей в молодости, и была очень начитанная по-русски. По-еврейски она не знала, только говорить могла, а читать, писать не умела, потому что она окончала церковно-приходскую школу в селе Марксова. Что я могу еще вспомнить о родителях? Они очень болели после войны, так как маму мою очень много били. Я никогда не забуду, как мама рассказывала, я сама немножко помню. Она, когда мы били в концлагере, она хотела нас спасти от смерти, и она очень хорошо разговаривала, это ее спасло на украинском языке, чисто литературно по-украински. И так на внешность она не сильно была похожа на еврейку. Она одевала белую косынку, где-то она достала, и босиком, в 15 километрах от Печоры, как-то, не знаю, как ей это удавалось, она еще была молодая женщина, и она ходила по селам просить, что-нибудь, кто дал стакан фасоли, кто стакан гороха, кто стакан пшена. И если ей удавалось пройти незамеченный на проходной, так это было счастье для нас. Тогда она ставили во дворе летом кирпичи, делали огонь, как в древние времена, и так варили какой-то кондер с этой фасоли. И так что-нибудь, лишь бы голод затаить, как говорится. А если, а бывали случаи, что полицай или румын, потому что там румыны тоже били, что предались немцам, и ногой, сапогом переворачивала. А ну, покажешь, что есть. Она показывала, что она там напросила, все выбрасывали и били ее нагайками по голове. И у нее было очень много шрамов на голове. И всю жизнь, сколько я помню маму после войны 45-го по 72-й год, она всю жизнь болела сильно головной болью. И она говорила, что она считает, что она болеет так, только от того, что ее били по голове. Всегда то ногами, то нагайками резиновыми ее били. И что она еще вспоминала все время. Это я лично сама помню, как она однажды пришла с села, выпросила что-то, какой-то корж. А я не спала, так лежала с сестричкой, с братиками дремала. И слышу, она говорит папе, «Декинда шлуфен», это значит «Дети спят». А я говорю, я не сплю, я не сплю, дай мне покушать. Конечно, по-еврейски говорила я в концлагере. И она мне отлупила кусочек коржа и дала. Это я точно сама помню. Так этот корж я не съела сразу. Так мы с сестричкой сидели, и этот корж на маленькие-маленькие кусочки разлупили, чтобы хватило надольше. И сидели, и так вот как птички клевали. Мы были очень худыми, очень несчастными. Одно время мама думала, «Все, мы уже умершие. Мы не дышали, мы не могли говорить, все, у нас ноги свисали, как у мертвецов». Так мама решила, что мы уже умираем, и положила нас возле ямы, где лежали мертвые дети. А папа говорит, «Нет, они еще... Зачем ты положила возле мертвых? Сейчас немцы возьмут, столкнут ногой в яму, там, где мертвые, и все». Он достал где-то перышко, куриное, и мне, и сестре в ноздри. Ну, перышко колокалось. А, значит, решил он, что мы еще живы. И взял, у меня был кровавый понос, и у сестры, и у меня. И так как я была меньше, он схватил меня на руки, на плечи, и стал ходить по этажам. Там, в концлагере, в этом здании было три этажа. И он стал просить румынских евреев, они жили побогаче, они варили мамалыгу. И он стал просить, чтобы спасли меня. Поэтому ему дали, он как-то мог, так у него был какой-то подход к людям. Может, другому и не дали, а он так умел. И ему дали мамалыгу, кто кусочек хлеба, кто и как-то я выжила. И сестра выжила. А брат не выжил. Он получил очень опасную болезнь, которая даже тяжело лечится в мирное время. Воспаление брушины. И он сильно заболел и лежал на полу, как мы все валялись. Так папа где-то достал доску во дворе и постелил. Она доска какие-то тряпки, которые были обсыпаны вшами. И на стенах, и на потолке, это я помню точно, вши лезли. И он уже не мог ничего кушать. Когда он умирал, он говорит, «Траечка, бери мою картошку, я уже истинный можу». И помню, как в лагере у меня были две подружки. Рахилька ее звали и Анюта. Ну, мне так говорили, Рахилька, Анютка. Рахиля Пироговская, которая умерла в ранней молодости, юности, можно, за 24 года. Она пришла с концлагеря с болезнью сахарный диабет. Уже в 24 года у нее был сахарный диабет. И она умерла. Брат Слови на еврейском кладбище есть ее могилка. Я всегда подхожу к ее. Это была моя подружка с концлагеря. И Анюта Таракан. Ее мама была инвалидка, без ноги. И папа тоже был портной носик. Я с ней дружила. Так она всегда меня просили, эти девочки, я их, а не меня, чтобы почесать спину, потому что вши заедали. Потом была чесотка между пальцами, помню точно. Просто невозможно было. И мама где-то доставала какие-то листочки, срывала этими листочками и спасала, чтобы зуда не было такого. И как-то она прошла, я не знаю, где-то мама выпрашивала у сельских женщин, что-то, и как-то нас спасла, каким образом. Потому что мама и папа все делали, чтобы как-то нас спасти. И когда немцы и потом румыны отбирали маленьких детей, чтобы уничтожить отдельно и взрослых отдельно, так у мамы еще после войны где-то она прятала колечко было золотое, как-то выкупилась, дала полицаю, и он меня не взял. Так что-то на пару раз как-то, это благодаря тому, что там полицай был Гриша Волк. А Гриша Волк учился с моей мамой в церковно-приходской школе в селе Марсо. Это был ее соученик с детства. Так она его очень просила, когда папе за то, что он удирал, хотели дать 25 щомполов, так она выпросила и меня выпросила, чтобы меня не кидали в яму к мертвым детям. Вот мама всегда это рассказывала. Меня и... Особенно меня почему-то хотели, потому что я была меньше сестра старше. Они маленьких хотели уничтожить. Вот. Что я еще помню? Помню, когда мы шли из концлагеря, я была такая, я и сестра, я была такая изнеможденная, как сказать, что я не могла идти. Мы шли пешком, так я просилась на руки, а мама меня не могла взять, так как мама была беременной. И она сама еле жила. Такая маленькая, мы шли пешком 15 километров в братство села Печоры. Шли, останавливались, некоторые люди жалели и давали нам то кусочек хлеба, то какую-то картошку по дороге, а некоторые кричали, жид порхатый. Не все были доброжелательны, не все относились хорошо. Помню, был в концлагере еще полицай по фамилии Сметанский. Очень плохой был человек, он все время помогал находить еврея, потому что немцы и румыны не всегда узнавали, кто еврей. И если еврей прятался, а украинцы узнавали, сразу выдавал немцам. это был Гриша Волк, Сметанский и был еврей Циммерман, хоть он сам еврей румынский, но он был нехороший. Он был зажиточный, все, и он помогал все румынам уничтожать евреев. Также была врач по фамилии Вишневская, это которую мама просила, она имела лекарства. Она тоже была в концлагере, но ей, так как врачу и муж ее, она были врачами. Таким дали отдельную комнату, они не валялись на полу, как мы все, а условия более-менее такие человеческие. Но когда вели всех убивать, таких тоже стали гнать, но они каким-то образом спаслись. Так когда мама пришла к этой Вишневской и говорит, ты же тоже еврейка, у меня умирает мальчик, она знала, у нее что-то есть, какие-то медицинские препараты. Мама всегда об этом вспоминала всю свою жизнь. Она говорит, ты хочешь в мирное время умирать от такой болезни, а ты хочешь, чтобы он в концлагере выезжал и ничего не хотела дать. Вот такие еще были люди нехорошие, даже среди евреев. Но это единственный случай. А вообще все между собой были дружные и помогали как могли. Складывали песни, пели, вот я помню даже в детстве, это я помню причиталку с самого детства, которое возникло в концлагере на еврейском языке. Я могу перевести по-русски эту причиталку. Это значит мы будем кушать, креплых это типа как пельмени, галушки по-украински и бога не забудем. Ну, так, это причиталка такая была детская. Кто-то придумал и мы все дети так ее говорили так между собой, так играем говорили. Потом мы даже выдумали такую песенку «Яфу авда лодки, нди авда шеф, Гитлера другие хум де чахотки». Это на Гитлера. Я еду на лодке, а шеф это тоже типа лодки, но что-то другое похоже. Гитлер скоро будет иметь чахотку. Все мечтали уже, чтобы он сдох, чтобы была уже победа и чтобы освободили, чтобы увидеть радость победы, свободу. Вот такие вот это я сама лично помню и со слов родителей, особенно папа. Все время, сколько он жил, он сидел за машиной и говорил «Согови назад были таки молхомы». Это была такая кровавая война в переводе на русский. Всегда говорил он так. Просто не мог, он был такой человек сентиментальный, лирически настроенный. И он не мог никогда забыть, он никогда не забывал, сколько он жил с 45 по 71 год. Он всегда вспоминал этот концлагерь, эту войну, это вот до войны, все вспоминал и все помнил. Раиса Шлюмна, если мы с вами сейчас вернемся к началу войны, скажите, пожалуйста, что накануне войны, может быть, вы какие-то фрагменты помните, каких-то разговоров в семье, собирались ли вы эвакуироваться, почему не эвакуировались, расскажите. Многие евреи, вот мой брат, не мой брат, а семья брата отца, так его сразу, я уже вспоминала о нем, дядя Давид мой, папин брат родной, так его забрали на войну, ему посчастливилось вернуться живым, он все годы, 41 по 45 годы был на войне, и он вернулся живым, а его семья, это жена Дора с детьми и ее родители, все эвакуировали в Среднюю Азию, А вот мой отец с мамой, мой отец как-то не верил, что бредут немцы и будут убивать, его посадили на телефоне в сельсовете, и он сидел и отвечал на все вопросы, которые раздавались по телефону, а потом он уже хотел эвакуироваться и не успел, было поздно, он с мамой с нами сели на подводу, на повозку по-русски, и в каком-то селе стали бомбить, и они вернулись, вот так. Как началась для вас война? Когда она началась? Началась война, когда на Украине, вот как песня поется, 22 июня на Чиеве бомбили, вот и когда немцы вступили на украинскую землю, и в частности в местечко Братсу, так всех евреев загнали в гетто, там, где здание бухгалтерского техникума, и в школу номер один, а некоторые евреи, которые побогаче, жили в своих домах, выкупились, жили в своих домах, как жили, продолжали жить, а потом с 30, с конца года, с 31 декабря 41 года, стали гнать в концлагерь пешком, и вот остановились в каком-то селе, оно называется Вышковцы, село Вышковцы, это Братславская района тогда было, и я еще помню, помню, как сейчас, у меня очень хорошая память, я все помню, я попросила у мамы, что я хочу по-маленькому писать, и она сказала папе, выведи ее на улицу, и потом, и там же, в этих Вышковцах, полицей, тоже меня, там меня, и других детей моего возраста, стали забирать, это немцы, такой указ дали, забирать маленьких детей от матерей, отдельно, и матерей отдельно, и мужчин отдельно, стали сортировать всех людей по полу, по возрасту, по полу, вот, но как-то тогда маме удалось меня вырвать из этих фашистских рук, и так пешком добрались до этого концлагеря, кинули, это село Печора, кинули в это здание, где был когда-то туберкулезный диспансер, где и поныне, после войны снова, сделали туб-диспансер, костный, туб-диспансер, и кинули каждого в палаты, так называемые, по очень многу человек, была сильная теснота, это я сама помню, и родители все время вспоминали, сильно было душно, вонь, потому что много людей в одной комнате, и окна не разрешали открывать, все здание было огорожено колючей проволокой, а на воротах сидели вот эти постовые, или как, постовые, да, и собаки, с собаками, с винтовками, вооруженные до зубов, и удрать оттуда невозможно было, таким, особенно, детям, а кто вырывался, так убивали сразу. Раиса Шлюмна, давайте вспомним про гетто, что вы помните о гетто, как там жили? О гетто жили очень плохо тоже, типа, это же второй концлагер, но то, что можно было выйти немножко лучше, там было больше не немцы, а румынные полицайи, так кто был, имел что-то при себе, так мог выкупиться и хоть выйти на улицу, на воздух, и мог что-то покушать, это же сельское место, и местность братства, мог даже выйти на огород, такой в осеннее, летнее время, и что-то вырвать, и что-то сесть с огорода, а в концлагере уже ничего, невозможно было, огородили, не пускали ни выйти, ни зайти, никак. В гетто было, ну, как сказать, очень мучительно, заболел человек, тоже от голода, от холода, от этих всяких неудоб, били, издевались, очень трудное было, время. Что вы помните про гетто, поподробнее, пожалуйста, расскажите. Про гетто, я больше помню про концлагерь. Расскажите, расскажите. Про концлагерь я больше помню. Про концлагерь я помню, как умирала моя бабушка, и бабушка, она сестра, как умирала. Бабушку пригнали, как я уже говорила, гнали ее с Марксовым, братство, и в тюрьме она была две недели, и потом пригнали ее в концлагерь пешком. И она в концлагере пожила очень мало, две или три недели, потому что ее били всю дорогу, и, видать, ее отбили легкие, или печень, она все время харкала кровью, это я помню точно. И мама все время плакала и вспоминала. И когда она умерла, и моя бабушка со стороны папы, со стороны мамы бросили их в общую могилу. И там в Печоре большое поле, большое поле усеяно трупами. И там колхоз даже все годы ничего не садил, это все как кладбище. А потом силами евреев в Тульчина и других районов Винской области построили памятник. У меня есть записано, но я не приготовила. И написали очень такие трогательные, грустные слова, чтобы человек проходящий не забывал о том, но чтобы не грустил, а помнил. И чтобы никогда такое не повторялось. И именно на том кладбище похоронено 8 тысяч человек. Именно там. Но погибло очень-очень много количества людей в других местах, вокруг Печоры. И брали на работу будто бы на работу, но убивали. Заставляли копать ямы, и этих же людей, которые копали, бросали живыми туда. И потом по 2-3 недели вот так поднимала земля от дыхания, что люди дышали. А моему папе, он его все время брали на работу. Он был с 900 года рождения, ему был 41 год, как начался, еще молодой человек, но он все время запускал бороду. У него была густая, черная, длинная борода. И ему удавалось удирать с этих работ. И так, каким образом он остался жить. Удавалось удирать. И даже, когда уже было освобождение, так он в концлагере не был. А он пришел в Братслов, уже когда освободили Венецкую область, и в частности Братслов, откуда-то с Журина, с какого-то местечка Журин. Пришел, и его сразу забрали на войну после концлагеря. Вот. В самом концлагере я помню, как умирала родная сестра, тетя Сура звала ее мама. Она моей бабушке Мерли, Перепелицкой. А ее была фамилия, ее была фамилия тоже Венецкая девичья, а по мужу как-то по-другому. Но ей было очень трудно умирать, потому что она была очень богатой еще до революции. Она в Братслове имела два дома, как по-русски млын, по-украински, где вот это муку молят. Так это была их собственность. Вот. И она умирала, на ней лазили вши от голода. Она была пожилой, старой, она не могла себе ничего нигде выбросить. Она лежа на полу умирала и просила дайте мне хоть чуть-чуть водички попить. Вот это я помню, как она умирала, бы она умерла позже бабушки. Вот. У нее, когда революция началась, у нее все забрали. Все дома, все собственностью. Помните вы какие-нибудь случаи особо страшных издевательств, зверств по отношению к людям в этом концлагере? Помню. Помню. За малейшее кто пытался удрать, избивали шампалами. По 25, и, конечно, никто не выживал. Их кто принял 25, они так называли полицаи румяне шампала. Резиновые нагайки такие. Так умирали. Моему отцу тоже присудили 25, но я уже говорила, что мама выпросила этого полицая, Гришу Волк, фамилия Волк, он учился вместе с ней в этой школе в селе, чтобы отменили. Она на коленях просила его, так ему только 10 дали в шампале. Это такие издевательства были ужасные. А это уже издевательство есть то закрыть людей и не дать выйти на улицу без воздуха, без еды, без туалета. Я помню, как дети ходили, писали и какали по трупам. Так это не издевательство? Как вши лезли в рот, в ноздри, в уши. Это точно помню. Это уже издевательство. Меня инкрасит. интервью с файмом Раисой Шлеманной. Сегодня 25 марта 1997 года. Город Винница на Украине. Раиса Шлеманна, мы продолжаем нашу беседу. И вы рассказывали о тех ужасах быта, который был в концлагере. Продолжите, пожалуйста, рассказ. помню, как моя тетя Аинда, я вспоминала ее имя, родная сестра папы, моложе его. У нее до войны она еще болела немножко легкими, но она подлечилась, и если не война, она жила бы много лет. Она была очень хорошей партникой, потому что у папы в семье все шили, но она была, как говорили тогда, модисткой, все шила, такой искусный платье с хороших тканей, как тогда говорили Батист, Майя, такие вот я помню, мама вспоминала, но когда началась война, ее и двое ее детей, помню, у нее была девочка по имени Витя, Витя, а мальчика не помню, как звали, а мужа ее забрали на войну, если Розенберг его звали, а так как она была слабая здоровьем, и там у нее возобновился туберкулез, и она очень в больших мучениях умирала. Она харкала кровью, и дети, и оба девочки, и Витя, и другая умерли от голода, от холода. Раньше умерли дети, так она убивала за детей, и если бы, может быть, дети не умерли, может быть, она бы еще жила, но разве могла мама смотреть на смерть детей и остаться живой. она не выдержала этой критики и умерла в больших мучениях. Другая сестра Чарна тоже умерла, тоже в больших муках, просто от голода, от холода, от вшей, от чесотки, и примкнувшие к ним болезни разные на этой почве. Помню, как красивых, это уже я так хорошо не помню, но со слов своих родителей помню, что если были в концлагере красивые девушки, молодые красивые женщины, так полицайи и немцы их изнасиловали, а потом убивали. Это рассказывали мои родители все время. Так уже многие женщины на себя что-то не будут напяливали всякие тряпки, чтобы не выглядеть красивой. Вот потом если бы немцы не оставили в конце румынам уже и полицаям этот концлагер, они когда уже наступала Красная Армия стали убегать и стали кричать Гитлер капут! Сталин идет! Гитлер капут! Это всегда так вспоминали все евреи. Так румыны, так благодаря этому осталось небольшое количество людей осталось живых. Вот как вы думаете сколько в живых осталось? Ну братславщан осталось очень мало мама говорила где-то 300 человек всего не семейство а человек ну благодаря тому что многие все-таки эвакуировались так после войны вернулось местечко много евреев и стали трудиться и работать кто чем мог заниматься кто на что был способен Раиса Шлемна а как вы помните приход Красной Армии как это было все я помню приход Красной Армии значит еще в концлагере стали кричать немцы как я уже только что говорила что Гитлер капут Сталин идет и слышны были те люди которые куда-то убегали молодые люди и стали говорить скоро победа будет слышно было среди населения украинского а потом когда уже освободили зашли значит Красные войска как тогда говорили и немцы удрали когда они пришли уже в концлагере не было никого полицаев кто сумел удрать спрятаться а кто нет сразу забрали посадили был суд и судили как я уже говорила это Гришев Сметанский и другие еще был какой-то Романюк или Романенко я не помню тот же но этот двоевой фамилии я точно помню вот а потом я помню так мы вернулись братства наш дом был разрушен это был кирпичный хороший такой дореволюционный дом был разрушен только видны были ступеньки и ступеньки и печка русская такая печка так называемая осталась следы и больше ничего ну мама значит я и сестра как я уже говорила брату умер в концлагере не было где жить так мы временно поселились у папиной сестры у них омин ее дом остался благодаря тому что это был у нее хороший шикарный дом и там несмотря на шикарность как я говорю немцы сделали в первой комнате у них там жили а в других комнатах конюшня и валялись эти каски в сарае а в касках там они делали всякое дерьмо валялось и там скорая тетя сказала что ей комната нужна что нам нет где жить ищите себе мол жилье и мы пошли в это село Марксово где я упоминала уже в своих воспоминаниях и там остался дом бабушки который и поныне там стоит там живут люди совсем чужие я их не знаю ну земляки наши и мы значит зашли в тот дом там жила какая-то женщина по имени Рузя или Юзя или Рузя как-то такое имя польское она работала на молокозаводе который рядом там стоит до сих пор и мы там поселились в этом доме и жили пока не пришел папа с войны когда да и когда мы значит шли так по дороге шли войска это помню точно шли войска еще пели такие русские советские песни нерушимая непобедимая армия что-то такое бой за родину бой за Сталина пели я запомнила такую песню но я все слова не помню вот эти два три слова запомнила и мы смотрели как шли и мы стояли с мамой и сестрой и выглядывали мы думали что может быть среди солдат наш папа но его не было а в каком году он пошел на войну он пошел я уже говорила когда мы пришли в Братслав в марте 44-го года а он вернулся он удрал от немцев и по этим пешком шел по этим местечкам пешком в Братслав выглядывая свою семью он даже не ожидал он думал что мы тоже все погибли но когда он пришел он нас увидел он конечно сильно обрадовался и думал что он начнет свою трудовую деятельность будет трудиться конечно был очень огорчен что дом не остался разрушили и все ничего не было и он тоже пошел значит в Марксово к нам пришел потом после войны да его забрали на войну в 45 значит в 44-м году а вернулся не 9 мая когда была победа 45-го года а вернулся я уже пошла в школу в сентябре 45-го года а так далее что он пришел с войны это было в сентябре 45-го года почему он так и он сказал что он с Чехословакии едет и я еще помню он привез прянички то есть вкус еще даже помню такие маленькие как на картах как это такие вот ромбики ромбиками сделаны пряники он привез и привез нам подарки мне и сестре платье и какие-то отрезы материалов потому что он был портной ему давали шить и видать ему остались какие-то там куски подарили я не взяла фото где он сидит забыла а что вам известно о той части в которой он служил мне известно он всегда вспоминал капитана Буслаева и говорил что он служил в 136-м гвардейском пикотном стрелковом полку всегда вспоминал и что он был в основном он был в Чехословакии город Бурно он всегда во своих воспоминаниях вспоминал этот город и с большой любовью и уважением он вспоминал своего хозяина на квартире в которой он был и когда обедали когда было время обеда так хозяин всегда говорил а что вы не обедаете с капитаном с офицером ну солдат конечно обедали отдельно мой папа был простой солдат а офицеры обедали раздельно хозяин почему-то такой пожилой человек был и он возмущался почему мол солдаты не вместе с офицерами вот это я помню точно даже сохранилась фото где папа сидит с хозяином и еще с другими сослуживцами своими он там занимался щитем хорошо обслуживал и очень ему было капитан и все это начальство благодарное потому что он шил погоны пилотки гимнастерки и шинели и сам по окопам лес под пулями рисковал жизнь и доставал машинку у людей машинку через окопы и окопы сам копал это было очень рискованно потому что пули летели стреляли а он по окопам лес ему был приказ достань машину достань материал сукно такое военное и пошель для своей части там ему было его брат Рахмил первое время был с ним и он говорит Рахмил сиди со мной помогай мне шить я уже говорила что у них в семье все умели шить и Рахмил был самый младший он служил как я уже говорила в той войне в 1939 году когда была финская война но он тоже умел немножко шить но не так хорошо как папа потому что он был молодой совсем он даже жениться не успел еще до войны так он не хотел быть с ним в одной части он стеснялся потому что мой папа плохо разговаривал по-русски так он был похожий на русский у него были голубые глаза курносый нос и курчавый волос очень симпатичный человек а Рахмил хорошо разговаривал он уже учился кончал школу и был в Финляндии был в Москве и был более образованный и говорил хорошо по-русски по-украински и он говорит через тебя меня убьют узнает что я еврей папа его уговаривал сильно сиди со мной так может останешься живой потому что они били на переднем краю это благодаря тому что он еще шил так он еще как-то остался жить а так бы погиб а он не хотел попросился в другую часть для того чтобы не узнали что он еврей и там вскоре ему земляк рассказал что он погиб через месяц через два этот самый младший брат отца как мил фай и все он не дожил до победы Раиса Шлемовна а что вам папа рассказывал об отношении к евреям в советской армии вообще отношение было такое не верили что мол еврей может служить еврей прячется в окопах еврей сидит в Ташкенте и так далее но когда вот папа пришел значит в часть так все думали что он или русский или украинец он не был так на внешность похож но когда он заговорил так они извините матом говорят так да ты что жить когда он заговорил потому что я уже говорила что он говорить не мог грамотно по русски или по украине он говорит все понимали но мог там местоимение поставить вместо он она или там еще окончание не так он говорил что я в ссоре с грамматикой вот отношение такое было но к нему было хорошее потому что он был нужный человек он сидел днем и ночью и работал это же шитье он получил потом трахому вот шитья вечно сидел на глазах глаза гноились и геморрой вечно сидеть и шить а потом когда отступали уже войска когда шли с одного города в другой так он шел пешком как все солдаты щенель скатывали как все люди тут сапога он сапоги еще не имел а обмотки он даже привез их после войны я помню обмотками вели ноги и такие кирзовые ботинки и ложка было тут и котелок он привез даже ложку и котелок долго мы сохраняли а потом куда-то делась этот котелок и ложку ходил и пел вместе с ним и в строю песни и все к нему относились неплохо потому что он был простой человек и так был нисходительный ко всем но он был после лагеря после всего он был очень голодный когда давали порцию кушать он быстро все пришли из сел эти мужики мужчины они не были такие голодные а он из конца лагеря и удирал добирался до Братслава что-то неделю он рассказывал очень долго добирался это же пешком все очень долго так он был еще давали он съедал а потом когда шли в поход снова а он не давали больше кушать он голодный так он просил у других ему дать не хотели говорят что ты съел так он им рассказывал что я в концлагере был сильно голодный он носил 44 размер одежды такой худой такой просто высохший я уже говорила что там был у них один капитан по фамилии Кац он был фамилия еврейская но он говорил что он не еврей скрывали многие но евреи скрывали свою национальность боялись что их убьют сами солдаты так папа рассказывал он не скрывал все знали что он фаин и что он еврей и он не мог скрыть так как я уже говорила что он плохо говорил по-украински по-русски так как же скроешь Раиса Шлемовна а что вам известно об отношении украинцев жителей села Печоры по отношению к кузникам концлагеря какие были отношения отношения многих были хорошие я вот помню была тетка Наталка пожилая женщина которая все время помогала нашей семье лично но папа у нее так руками у нее машинки не было руками он что-то ей там шилку файку там такие вот вещи которые носят в селе разные куртки так она нас коржами я помню кормила этот корж я никогда не забуду вкус многие хотели помочь подходили к воротам но немцы и полицаи не пускали отношения многих было хорошее но не пускали подойти боялись им так сказали если вы будете прятать евреев и будете помогать мы вас сами погибнете и вот многие боялись и не подходили а кто уже был более смелый кинет там кусочек хлеба как собаки и так хватали прямо земли то вот грязь дрожали мне самой как давали кусочек хлеба так я уже говорила так я делила я и сестра на маленькие кусочки чтобы на дольше был если упадет на платье кусочек так мне так вот осторожно бережно ложили в рот сильно были голодные сильно изможденные истощенные боже я просто удивляюсь как я стала жить как мы стали жить это ж такое количество людей погибло это по-моему по-моему не по-моему рейса шлюмна вспомним тот период когда вы там находились с и по это в концлагере с 31 значит конца 41 года по 17 марта 44 во что вы там одевались в концлагере ой так я была в этом платье что когда началась война 41 года так я все время его носила оно уже было как лохмотье до 44 года а что было на ногах а на ногах ничего не было то же самое бассей бассей тряпки мама где-то находила тряпки и заматывала на ноги с мертвецов снимали с мертвецов снимали если папе папе удавалось как-то снять с мертвеца он хоронил его звали у евреев положено когда человек умирает говорит кодыш а папа мой знал как хоронить по еврейскому обычаю но кто тогда мог соблюдать обичие если всех кидали в одну яму но все-таки находили тряпки это теперь делают гробы как по христианскому обычаю а вообще когда-то в древние времена заворачивали в просты и так хоронили это по еврейскому обычаю ну а в концлагере он говорил там кодыш над этим человеком если там пожилой мужчина или женщина чтобы бог принял его душу и чтобы эта душа просила бога за остальных чтобы освободились чтобы жили чтобы исчезли эти муки это или смерть это или смерть или свобода потому что невозможно вот так вот так папе если удалось где-то сорвать спокойнее какие-то ботинки или тряпки так он заматывал нам детям на ноги и вот мой братик я уже говорила когда он умирал он сильно хотел кушать так он кричал маме продай мое пальто это люди с этого села подходили у них не было что носить тогда же ничего не продавали в магазинах они тоже были бедные несчастные мучились не имели одеться так они хотели у евреев которые успели захватить с собой в концлагерь что-нибудь из дома поменять там пальто можно было хорошее пальто на стакан гороха или на стакан пшена так он так хотел кушать что он кричал продай мое пальто а мама говорит то ты ж будешь голый что ж ты будешь работать ты ж замерзнешь и получишь туберкулез ну так он схватил другую болезнь он очень кричал когда он умер так я вспомнила как папа его иголкой колол чтобы он подольше жил когда он умирал в пятку колол чтобы он еще жил не давал ему умирать и бежал папа с мамой к Богу хотели утопиться так им было жалко что осталось мало до окончания войны а он умирал умер как изю похоронили окинули туда же где бабушек где всех в общую яму а так мальчика 10 11 лет ему уже было и 12 эта яма была открытой не засыпали засыпали землей Раиса Шлюмна что вам известно о том какие порядки были в лагере какие наказания за что может быть какие-то знаки отличия были на одежде узников в концлагере папа рассказывал я уже говорила что это было очень мало но были все-таки единичные случаи подонки что это из румынских евреев что они например там назначили что-то делать там какую-то тяжелую невыносимую работу для таких несчастных людей и кто убегал или прятался так они рассказывали немцам немцы немцы не игрались они сразу убивали румыны еще наказывали там или избивали а немцы сразу убивали среди немцев редко что-то папа рассказывал один человек кричал Гитлер капут Гитлер капут нашелся один среди немцев такой я даже помню в это здание значит где концлагер был так сзади бух протекает и такие большие камни и два немца раздели в нижнем белье сидели и между собой по-немецки разговаривали а мы ходили тряпки стирать без мила без ничего ходили стирать в этой воде это была та стирка да как там всякое дерьмо валялись в том же в той же палате где спали и так наступали и ну просто рассказать невыносимо это я лично сама помню и папа с мамой рассказывали и родственники кто остался живой рассказывал что просто невыносимо как пши залазили в уши я уже говорила об этом это же невозможно было и потом дети маленькие кричали это жужжалось в ушах умирали случаи родов были там случаи родов были моя тетя лично вот теперь она каневская если она жива до прошлого года она была живая она была в лагере по первому мужу так она там родила мальчика она там родила мальчика и он через месяц умер потому что как известно ребенка надо купать пеленать а там никаких условий не было поскольку человек находились в палате ой очень помного что было по 40 по 50 палаты были небольшие и не отапливалось цемент и все кто мог кто был немножко покрепче доставал какие-то доски а на эти доски какие-то тряпки так вот это уже считалось роскошь очень помного детей дети мужчины и женщины все вместе да такое горе скажите пожалуйста Раиса Шлемна снилилось ли вам в тот период времени что-то что было в душе как вы себя чувствовали я была ребенком и как все дети я мечтала чтобы пойти в школу или пойти в детский сад и чтобы мама меня накормила так долго сколько одеться помыться выйти на воздух вот это все дети мечтали ну слава богу что стала свобода что советские красные войска как тогда Авриля освободили и стала жить холодно после войны мы жили лично мы наша семья жила очень плохо потому что мама сильно болела она работать не могла нигде а папа я уже говорила жил только вот это честным трудом и это очень мало было мы жили в проголоде и мы купили продали домик бабушке Марсова и купили братславий домик сильно старенький домик он стоял на подвале дуло со всех сторон такой же как еврейский старый старый домик с этими мезузами как называется в дверях такие как правильно называют ну по еврейски мезузы я не знаю как по русски и и мы в этом доме как говорила врач билок была районный врач что мы больны из-за этого домика еще потому что там была сырость это как второй концлагерь а денег у нас не было купить другой а государство нам не могло дать это же как село сельского типа там не строило государство тогда и мы жили в этом домике до 70 пока мама значит умер папа потом умерла мама и он развалился и он еще при их жизни валился так они ремонтировали вся стена вывалилась это я помню уже мне уже было 10 лет 47 жили очень бедно очень болели у меня после войны тоже была чесотка во втором классе у меня была чесотка первым во втором так учительница я помню первых учителей своих была Тамара Захаревна и Надия Пылыпина и они мне помогли они мне очень любили потому что я была очень исполнительная вела себя хорошо и они мне помогли лечить и была одна еврейка учительница Софья Львовна так они мне давали какую-то мазь чтобы лечить чесотку мне и сестре очень мучилась это я уже помню мне уже было 9 10 в 1947 году была голодовка на Украине и мы я мама сестра и братик мы все ослепли от голода в 1947 году глаз гной сочился мы видели но гной все время гноились глаза только у стеснялся и заходил к своему брату Давиду его жена Дора как я говорила работала в магазине продуктовом и как-то у них было что покушать а мы стеснялись мама как-то была очень гордая она еще и так нас научила когда я заходила к ним Раечка ты хочешь кушать я говорила нет а хотела кушать умирала и вот это был как второй концлагерь аж потом где-то уже в 50-х годах когда Сталин умер в 1953 году тоже было плохо я помню мама с папой шли голосовать и по дороге нашли кто-то из людей потеряв сверток там жарная рыба так если бы нам было хорошо они бы побрезгали в эту рыбу брать они взяли этот сверток привезли домой после выборов этих и мы все сели за стол кушать эту рыбу которую нашли по дороге в 1953 году еще тоже было очень плохо мы жили все время материально плохо а соответственно когда живешь материально плохо условия быта плохие то конечно мы все время болели родители болели мы дети очень болели как я еще живу до сих пор и сама удивляюсь я уже 21 год на учете в туберкулезе с какого времени вы больны туберкулезом у меня еще когда мне было 25 лет я болела эксцедативным гневритом и это остались остаточные явления а потом уже спустя много лет я заболела гриппом сильно и дала видать сделала мне рентген я рентген не делала и сказали что у меня туберкулова направили в облату диспансер взяли меня на учет 74 года ну теперь это кальцинированный ярчак говорят ничего страшного такого нет но все-таки здоровье подорвано с детских лет а уже с возрастом другие болячки и так перитахикардия а давление у меня пониженное гастрит и полиатистит и полиартрит много болезней Раиса Шлемна а что о сестричке вам известно о вашей как ее дела о моей сестре что мне известно моя сестра когда началась война я все же про войну уже ушло столько лет а ничего не забывается так стали говорить что сразу в первый же день всех убьют моя мама берет значит этого брата Изю который там умер и мою сестру Шелю она увидела знакомую женщину со своего села она как раз шла и говорит ей имя этой женщины я забыла то ли Маланка то ли Фросина такое украинское имя помню мама говорила и этот случай моя сестра вспоминает она очень хорошо помнит ей уже было она уже кончила первый класс и значит они идут она их взяла согласилась а потом она передумала по дороге и говорит иди до мамы до батика я не хочу потому что стали кричать кто будет прятать евреев и еврейских детей убьют она забояла за себя и отправила их они взяли дураки пошли в Марксово до бабушки а бабушки уже там не было бабушка уже в Броклавской тюрьме была за золото ее мучили чтобы она сказала где она закопала золото которого у нее никогда не было и они кто-то их да они стали идти значит ей было 8 лет а ему 9,5 10 почти брату и они стали идти назад братство кто-то из селян подсказал из крестьян и они пошли нашли этот концлагерь только несколько дней шли да и по дороге их встретил румын подходит к сестричке моей берет ее за бороду такого это юда а стояла напротив Надя помню имя этой девушки она старше меня на лет 5-6 и подсказывает ей чтобы она говорила головой нет она нет нет когда нет так он их отпустил этот румын и они пришли в концлагерь меняем кассету и продолжим разговор